Итак, друзья, всех приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о первой ранней весенней обработке от вредителей. Для обработки мы используем препарат 30+. Уже использован на протяжении 7 лет, он себя отлично зарекомендовал, не вызывает резистенцию, он предотвращает от всех зимующих вредителей и помогает реально бороться. То есть сейчас обработка, которую мы проводим, она предубеждающая. Эта обработка нам во многом впоследствии помогает не бороться с вредителями, не пытаться их как-то минимизировать, погубить. А именно помогает впоследствии нам любоваться декоративностью сада и использовать меньшую кратность обработок. То есть чем правильнее мы проведем раннюю весеннюю обработку, тем меньше потом нам придется их провести впоследствии в саду, потому что на ранней стадии именно мы можем все это предотвратить. Итак, препарат 30+. Используется в стабильные плюс 4, плюс 5 градусов. Это есть на этикетке, рекомендованной производителем. Если будут ночные заморозки, ничего страшного. Препарат сохранит свое действие, потому что он всасывается в кору растений примерно за 2 часа, как в принципе ряд других препаратов. Разведение препарата происходит аналогично с другими препаратами. Здесь у нас есть конкретная дозировка 250 мл. Разводится она рекомендована в 5 литрах воды. Но для начала мы возьмем литровую емкость и обязательно препарат изведем здесь. Он имеет вот такую вот у нас гелеобразную форму. Мы его сюда носим. Берем палочку. Остаточки мы сюда. Вот. Хорошо бы, конечно, вот эту баночку еще раз промыть и максимально использовать его. Собственно говоря, мы сейчас эти сделаем. Температуру воды, как я ранее говорил, используем комнатную, плюс-минус 20-24 градуса. Ледяную не рекомендуется, не рекомендуется горячую. Разводим здесь тщательным образом. Разведу в этой же баночке. Хочу сказать, что остатков там приличное количество. Граммов, наверное, по стеночкам остается 30-40. Ну, 40, может быть, я и сказал перебор, но тем не менее, в лучшем вот эти остатки все используем. Размешиваем и добавляем в нашу емкость. Все. Сосуд чистый. Еще раз все перемешиваем. Заведомо мы продули нашу пушку, то есть, прочистили наше сопло. Несмотря на то, что у нас первая обработка, и она у нас еще, так сказать, не была ничем залито, но тем не менее, вносим все через сетку. Залили препарат и добавляем воду. В баке мы перемешаем еще раз. Итак, наш рабочий раствор готов. Технику безопасности мы соблюдаем, во-первых, человек, который будет обрабатывать. Он должен одеть обязательно защитный костюм, маску и респиратор, чтобы не дышать. На руки оденет перчатки. Мы должны проверить, дома закрыты ли все окна, убраны ли игрушки. Препарат является категорией не особо опасных препаратов, но тем не менее, окна должны быть все закрыты, соседи предупреждены. И желательно, чтобы никто не находился на площадке во время обработки. Ловим подходящие погодные условия. Сейчас, кстати, дует ветерок, и поэтому нам необходимо произвести обработку, ориентируясь на эти порывы ветра, чтобы препарат не дул на нас. Я об этом постоянно говорю, но лишний раз об этом напомню. Итак, сейчас мы заводим наш опрыскиватель и приступаем к обработке. Итак, резюмируем. Сегодня мы провели плановую обработку, предубеждающую, под вредителей, клещей, сосущих насекомых, ложнощитовок препаратом 30+. Погодные условия нам не позволили провести с максимальным эффектом, потому что у нас еще лежит снег, и нам не удалось обработать приствольный круг, потому что там еще лед. Поэтому повторную обработку мы проведем уже, включая приствольный круг, примерно через 7-10 дней. И далее с интервалом 2-3 недели, в зависимости от погодных условий, мы вновь повторим эту обработку, но главное не допустить распускания почек. С вами был Янченко Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии с вопросами. Я постараюсь на все комментарии ответить.